Доброе утро! И давайте сразу же перейдем к этому обзору. Обзор назван «ЕЦБ порадовал рынки. Европейский центральный банк готов применить дополнительные традиционные меры, если возник необходимость борьбы с риском дефляции. И руководство регулятора поручило сотрудникам подготовить их», — сказал четверг глава банка Марио Драги на пресс-конференции. Рынки оценили это заявление как положительную новость и потом мы скажем, что на этих новостях они даже выросли. Японские министры выразили обеспокоенность по поводу стремительного падения иены, предполагая, что правительство, возможно, пытается отразить любую критику, намеренно девальвирует свою валюту, чтобы повысить конкурентоспособность экспортеров. Вот тема экспортеров тоже появляется. Это вечная тема для ЭКО. Да, да, да. Давайте посмотрим уже на наш рынок. Российские фондовые индексы в четверг зеркально отражают друг друга. Рублевые ММВБ в результате многодневного роста достиг максимума в середине июля при поддержке девальвации национальной валюты. А долларовые РТС от минимума года деляет менее 2%. Рубль значительно подешевел в четверг, продолжив поиск дна после решения Центробанка накануне отменить нелимитированные интервенции. Вот здесь важный момент. А с чего вдруг девальвация национальной валюты поддержала индекс ММВБ? Наоборот, индекс ММВБ, на мой взгляд, вырос вопреки девальвации национальной валюты. Возможно, были покупки государства и по рублю. Давайте посмотрим. Вчера рубль-доллар. Рубль упал на доллар 90 копеек. Евро-рубль на те же доллар 90 копеек. Ну и корзина выросла на те же, на рубль 94 копейки. То есть это катастрофа. Мы говорили о том, что падение 73 копейки за день, мы называли вестником дефолта. То есть здесь падение... Почти 2 рубля. Почти 2 рубля в день. Ну вообще, что происходит? Хватит уже ругать 90-е. Мы с вами прямо посредине 90-х сейчас. Да, рынок еврооблигаций РФ четверг активно снижался под давлением геополитической напряженности и на фоне негативной динамики цен на нефть, обвал рубля и рост доходности на развивающихся рынках. Европейские акции отыграли ранние потери и закончили торги ростом четверг после того, как президент Европейского центрального банка сделал такое бодрое заявление. Ну, как и звучит странно, дополнительные нетрадиционные меры. Типа, если будете плохо вести себя, мы предпримем... Ну, он заинтриговал, да, что будет что-то такое, что вас всех удивит. Фондовые индексы США повысились на волатильной сессии в четверг на фоне того, что ЕЦБ будет предпринимать больше действий, если это будет необходимо для поддержания экономики еврозоны. Нетрадиционные. Да. Индекс Dow Jones подрос на 0,4%, NASDAQ и S&P 500 прибавили 0,38% соответственно. Нарушим показатели. Да. Вот смотрите, утром в пятницу на торгах в Азии преобладают приподнимки достроения инвесторов. Nikkei поднимается на 0,4% вслед за основными котировками Уолл-стрит и на фоне снижения курса иены. Котировки нефти сорта Brent торгуются у уровня 82,33 доллара за баррель, теряя 0,6%. Фьючерсный контракт на индекс S&P поднимается на 0,17%. И вот итог, который подводит агентство Thomson Reuters. Рост фондовых индикаторов США, Европы и Японии может поддержать российских инвесторов на открытии торгов в пятницу. Однако стоит учитывать, что цены на нефть остаются низкими, а геополитические риски никуда не уходят. Последние новости говорят о вероятном новом витке развития конфликта между Россией и Западом. Крем ущел претензии США, а так и на Россию. Инвесторы, скорее всего, останутся осторожными накануне ключевого отчета США о занятости, которые могут повлиять на решение ФРС относительно процентных ставок. Вот что говорит нам сегодня Thomson Reuters. Давайте дальше двинемся. Давайте перейдем к другим новостям. Коротко, буквально о телеграфном порядке новости. Депутат Федоров, депутат Госдумы, обратился в Генпрокуратуру проверить политику Центробанка в отношении рубля. Это серьезный знак. Федоров ничего без ведома Кремля не делает. Мы не первый день его видим и слышим и читаем. Поэтому то, что он обратился лично к Чайке с запросом, это значит уже и в Кремле немножко начинает тревожиться. Банки задорвали ЦБ рекордные 6,5 триллионов рублей. Это очень серьезные данные. Financial One сегодня об этом пишет. Как бы у нас проблема в банковской системе, она нарастает. Очень такое символичное, знаковое событие. Яков Миркин, известный экономист, всегда поддерживал девальвацию рубля, всегда за сильный доллар. 20 лет мы выступаем с ним на одних конференциях в Госдуме, финансовой академии. Я за сильный рубль, он против. И то, что он вчера сказал о том, что 12 часов назад, да, рубль был долгие годы переоценен, было ясно, что будет девальвация, но то, что это будет так бездарно, что будут брошены вложи в самый неподходящий момент, что нам устроят новую шоковую терапию рубля, все это прогнозировать было невозможно. И дальше он критикует нынешние действия. То есть, если даже знаменосец доллара бежит с баррикадой, переходит на сторону рубля, значит, Центробанк, видимо, действительно далеко зашел. И я бы на их месте обратил внимание на это действие, потому что господин Миркин, он действует в рамках обычной, так сказать, практики. Вовремя придать, значит, предвидеть. Да, поэтому, да, это обычная практика некоторых экономистов. И то есть, как бы, если он побежал с баррикады, может быть, и Центробанку пора уже передумать насчет своих действий. Вот. И, наконец, на финале интересная заметка. Анна Линевская пишет, что новая волна эскалации напряжения на Украине способна сбить излишнюю перекупленность с российского рынка акций. Это серьезный текст такой, надеюсь, этого не случится, но будем внимательно смотреть, конечно, за Украиной. Мы сейчас не озвучиваем это все, но смотрим, как бы... Ну что, коллеги, переходим к нашим гостям сегодня. Значит, мы... Я только что буквально в системе проверил, что у нас есть возможность демонстрации вкладок. Только что я проверил, настроил. Возможно, ее не было минуту назад. Поэтому, пожалуйста, все проверьте свои системы трансляции. Должно будет все работать сейчас хорошо. И мы переходим к нашим гостям. Первому слову я... У нас сегодня пять гостей. И первое слово я предоставляю Роману Андрееву. А он уже с нами в эфире. Уже даже график какой-то мы видим на экране. Роман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Начинаем. Ну, в принципе, да, расклад на утро вы сказали. Американские рынки подрастают. Для нас это хорошо. Если посмотреть позиции по актекоменческим контрактам, то потихонечку, так сказать, юрлифы начинают набирать лангли в РТС, шарты в рублях. Это, в принципе, мало о чем говорится. Но это то, что, в общем-то, разворот где-то уже недалеко. Огорчает в очередной раз наш рубль. Но к этому, я думаю, уже все привыкли. И смотрят сквозь пальцы. Ну, теперь поехали более детально все посмотрим. Значит, смотрим индекс-банковский сектор. Банский сектор у нас пытается вернуться в свой растущий тренд. Сейчас колбасится вокруг ее границы. Вчера в очередной раз ушел ниже ее. По итогам дня нарисована высокая волна. Есть еще объемы небольшие сравнительно. Так что, в общем-то, есть у рынка пока шанс уйти выше. Ну, 3550 сейчас ключевая отметка. Если мы пробиваем, то сходим на 3850. Я думаю, что сегодня это вполне достижимо. Будет здесь что-то перевернуто головы и плечи. В принципе, сигнал неплохой. В случае пробоя 3550, я думаю, что банковский сектор станет интересен. Хотя пока, конечно, нет уверенности. Сектор очень слабый. Скорее всего, это происходит из-за рубля. Но, тем не менее, вот этот заход и заход в 1150, тест дневного проктала на покупку, все это будет, в общем-то, является положительным сигналом для этого сектора. Дальше смотрим. Смотрим в нефтянку. В нефтянке у нас был тест уровня сопротивления 3750. Как я говорил, в прошлом обзоре тоже ничего не получилось. Тоже высокая волна. По итогам дня объема торгов были сравнительно нормальные. Так что, как свечи, нельзя относиться неосторожно. Но, тем не менее, формация такая, что требует подтверждения. Хотя бы открытием сгепом вниз, пробоя последней небольшой поддержки 3650. В данном случае тогда можно все продавать. Я думаю, что ближайшая цель будет где-то 3500, я думаю, что не ниже. Но, тем не менее, нефтянка пока вызывает определенный интерес. Это снижение здесь, скорее всего, будет являться коррекцией, поскольку достаточно долго мы росли. Здесь можно увидеть тоже формацию 8-10 максимумов. Это хорошая заявка на продолжение движения. Но, тем не менее, коррекция бывает у всего и даже у рынка. Я думаю, что вот он уровень 3570. Тогда мы можем сходить. Запомнили нефтянку. Это более тесно. Миктургия у нас бьет, в общем-то, все мысли-мыслимые рекорды. Вот она уже даже прошла один канал, второй канал вышел на второй уровень ускорения. По итогам дня чистая белая свеча. Тем не менее, здесь такой достаточно серьезный узел сопротивления. Не уверен, что мы обрадем сходу. Но, по крайней мере, будет что-то типа ретеста уровня 2950. Если мы отбиваемся вверх, то дальше уже идем в заоблачные дали. А здесь, в общем-то, тоже идет практически безоткатный рост. Иностранцы начали покупать другую достаточно давно. И я думаю, что пока это будет являться хвалидом. Вообще, в принципе, любые сектора, где хотя бы часть выручки компании идет в валюте, они сейчас интересны иностранцу. Так, смотрим дальше. Эдергетики. Ну, в Эдергетике все плохо. Здесь, в общем-то, медвежье поглощение. Причем сразу по двум дням. Это очень плохая формация. Здесь, что можно сказать хорошего, это то, что опять объемы торгов невысокие. Ну, и, в принципе, не пробили мы уровень поддержки 925. Это несколько смягчает. Я тут чисто медвежью формацию. Поэтому мы сегодня ждем еще одного теста уровня 925. С помощью пробоя уходим уже на 915. Там будет борьба за растущий тренд. Ну, могу сказать, что энергетики сейчас, конечно, не очень интересны, потому что весной поток идет в рублях. Ну, и сами понимаете, все это негативно отражается на показателях компании, поскольку, в общем-то, большую часть оборудования покупают за валюту. Соответственно, ориентабельность. И без того низко в этих компаниях будет снижаться. Рост тарифов этих панополий, я думаю, что вряд ли будет существенно увеличиваться. В такой текстующей ситуации, когда реальный уровень дохода населения уже достаточно серьезно упал. Последнее, смотрим, это телекомы. Телекомы тоже показали хороший перформанс. Они закрыли, практически закрыли свой гэп, который был в октябре. Уровень 2050. Достаточно хорошая поддержка. От нее откатили. Тоже высокая волка. Типа, или, может, падающая звезда по дугам дням. В любом случае, формация практически медвежья. Но, опять же, смотрим, объемы торгов не высоки. Что снижает ее достоверность. Ну, и плюс ко всему тело свечи белое. И это тоже несколько снижает ее достоверность. Но, тем не менее, ждем подтверждения. Я думаю, что будет попытка ретеста в уровне 2000. Вот сейчас это ключевой уровень. Ну, если отбиваемся, то уже идем наверх. Идем к отметке где-то 250. Я думаю. Ну, что, в сухом остатке можно сказать, что у нас здесь в текущий момент являются металлургия и нефтянка с телекомами. Нефтянка чуть менее, поскольку там, в общем-то, основные двигатели – это бумаги сургут, нефтегаза и лукойла. Все остальные компании, включая почему-то Роснефть, пока очень показывают не очень хорошую перформацию. Тем не менее, сургут, нефтегаз лукойл можно пробовать подбирать. Особенно, префы сургут, нефтегаза интересны. Хотя и обычка тоже может дергаться. Ну, и посмотрим на акции. Посмотрим на 16 индексов ММВБ. Вот, собственно говоря, и он хорошо обробили нисходящий тренд. Ну, или, там, не знаю, если угодно, консолидацию. Вышли наверх. Это все достаточно неплохо. Вот, первый импульс, скорее всего, мы дорисовали. Сейчас пошел откат. Пробили мы границу короткого растущего канала. Ну, опять же, опустились на уровень поддержки 1490, который мы не пробили. Откатились все-таки назад. Это, в общем-то, дает определенную надежду на продолжение роста. Сегодня, скорее всего, будем тестить 1490 снова. Но, в случае пробоя, уйдем, скорее всего, где-то 1450. Хотя, основное движение, конечно, возможно сюда. Да, это 1430 пунктов. Здесь проходит и 230 древняя, скорее всего, средняя. Достаточно хороший инструмент, который, в общем-то, отделяет падающий тренд от растущего. Но, это, конечно, самый крупный случай. Я думаю, что это ограничено 1450. И, в присутствии, что если пробьем 1390, пока, в принципе, растет рубль, точнее, доллар к рублю, у нас есть еще шанс подрасти. Потому что, на самом деле, текущий рост, это не что иное, как переоценка валютных цен на акции в рубли. Так что, в принципе, мы до сих пор стоим на месте, если посмотреть по валютным ценам. Или даже слегка снижаемся. Но, тем не менее, пока растет доллар. И, соответственно, мы будем переоцениваться в лучшую сторону. Я думаю, что до 1530 мы все-таки добьем. А вот там уже будет такой момент истины. Либо оттуда мы отобьемся вниз и можем, в принципе, показать новое минимум, что на текущий момент является маловероятным, если только не начнет одновременно падать, в общем-то, и западные рынки, и расти рубль. Но это пока ситуация маловероятная. Либо же, на самом деле, начнет расти рубль, продолжит расти рынки, могут вырасти цены на нефть, цены на золото. Все это будет воспринято положительно. И мы можем рвануться на 1650. Но пока, в общем, загадывать, я думаю, что нет смысла. Посмотрим, как мы отторгуемся сегодня. Сегодня, возможно, будет достаточно интересный день и показательный в плане того, как мы закроемся. Вот посмотрим. Надеюсь, что с самого начала возможны какие-то попытки захода вниз. Если бы потом все-таки мы увидим, опять же, попытки захода в зону 1500-1110, то в случае отбоя вниз от этой зоны, тогда уже я рекомендую позиции закрывать, чтобы будет шанс понижен на пару процентов. Ну, все. Ясненько. Спасибо большое, Роман. Давайте вернемся в эфир. У меня еще один вопрос к вам есть. Скажите, если вы нажмете остановить трансляцию. Мы вас не видим, Роман. Роман, ваши личные ощущения. Доллар-рубль. Как долго мы будем еще видеть падение или какой-либо свет в конце тоннеля вам уже виден? Ну, знаете, я зарекся загадывать, на самом деле, что будет здорово. Чисто с технической точки зрения, по всем, в общем-то, и по волновым раскладкам, и по графическим уровням, и даже по психологическим уровням уже все пробиты. У меня лично уровня наверху нет. У меня есть куча внизу поддержек нарисовалась, что касается верху. Но могу сказать, что идет период панический. То есть за последние недели, если мы посмотрим, мы сделали практически столько, сколько за предыдущий месяц. Обычно это называется panic buy. Обычно именно в таких случаях начинаются развороты рынка. Но ловить его я бы, честно говоря, не советовал. Я бы хотел дождаться разворотных формаций, увеличения объема, уменьшения сцепища, какие-то хвосты сверху, может быть, синизу. И уже в этом случае поймать какую-то свечу разворотную, получить ее подтверждение и продавать. Тренд был большой. Разворот будет, ну, вряд ли стремительный, скорее всего. Обычно снизу у нас, так сказать, хорошие оскоки получаются. А наверху все-таки дают людям возможность подумать. Начинается раздергивание, в общем-то, и buy'еров, и шортеров. Все это выражается в таких формациях типа забора. Не знаю, с большими амплитудами, с большими свечами вниз и вверх. Ну, то есть говоря, вот подобные формации, подобные свечи с большими объемами, они будут символизировать то, что разворот произойдет. Но вот я могу добавить, я говорю, что исходя из-за того, что сейчас идет паническая покупка, уже, допустим, самые недоверчивые люди накупили себе долларов, самые, так сказать, далекие, в общем-то, от долларов компании начали их тарить усиленно. Вот, и все это выражается в том, что люди уже даже не смотрят ни на курс, ни на, в общем-то, экономическую стоимость рубля. Все это говорит о том, что разворот уже где-то недалеко. Понял вас. Спасибо большое, Роман. Это был Роман Андреев, КФС Групп. До свидания. Всего доброго. Коллеги, мы переходим к нашему следующему гостю. Дмитрий Семенов, компания Калита Финанс. И послушаем его по новостям на валютном рынке, технический анализ. Дмитрий, мы вас слышим, пока не видим. Если вы включите камеру, вы будете в эфире. Приветствую, Игорь. Приветствую, Владимир. Меня слышно? Да, доброе утро. Замечательно, замечательно. Ну, так как сегодня у нас пятница, то традиционно никаких идей не будет. Но зато будет, ну, не то что идея, в общем, будет довольно интересно. Давайте посмотрим графики. Сперва я хотел бы подвести итоги вот этой недели, короткой недели, потому что были длинные выходные. И в одной из передач вечером, в вечернем эфире, я показывал график евро-доллара, который вы видите. И говорил, что вот эта область, надеюсь, что мышка видна, где я обвожу, область 1.25.50, 1.25.20, она лично для меня была интересной областью для продаж. Евро против доллара. Ну, и, соответственно, как мы видим, идея терроризовалась, и снижение евро от указанной области составило, ну, порядка там 130-140 пунктов. Ну, на самом деле здесь падение-то произошло не по технике, в принципе, да, хотя техника и говорила, что снижение возможно, а именно вот на вчерашних ставочках вот это падение произошло. Далее. Индекс МОВБ. Я вчера показывал, говорил, что ожидаю коррекцию все-таки какую-то. И вот первые признаки коррекции на графике у нас нарисовались, то есть закрытие дневной свечи вот в таком виде. Оно с точки зрения техники говорит об очень хорошей вероятности коррекции. Но, учитывая то, что доллар-рубль сейчас у нас вверх по графику очень сильно растет, я бы на технику здесь в данном случае не ставил, потому что если будет продолжаться рост доллар-рубля, то, соответственно, индекс МОВБ он вряд ли будет корректироваться вниз. Вот. Ну, и, соответственно, что я хочу еще сказать. Хочу сказать то, что сегодня у нас в 16-30 по Москве очень важная статистика выходит, а именно количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства в США. И в связи с этим я хочу сказать, что, скорее всего, будет очень сильная какая-то волатильность на рынке. Ну, логика очень простая. Если данные выйдут слабее ожидания, то, соответственно, в этом случае мы увидим коррекцию по евро-долларам, естественно, вверх коррекцию, коррекцию по драгметаллам. Ну, а если, соответственно, данные будут сильные, то логично предположить, что доллар будет укрепляться дальше, что, соответственно, может, даже не может, так сказать, что повлияет и на котировки российской валюты. И, пользуясь случаем, хочу показать один момент. Вот если вы зайдете на сайт компании «Калитафинанс», сейчас я ее покажу вам. Вот, сайт компании «Калитафинанс», там есть такая страничка, называется она «Реальная торговля». И вот как раз месяц назад, 3 октября, когда у нас тоже опубликовалась статистика по рынку туда в Америке, специально для клиентов компании я снимал такой ролик, довольно поучительный, называется он «Торговля на НФП». То есть все, кто хочет посмотреть, как можно поторговать на этой новости, приглашаю посетить сайт компании «Калитафинанс», вот этот ролик «Торговля на НФП». Но хочу сразу предупредить, что торговля на новостях – это всегда очень большой риск. И вот этот ролик, который вы видите, он ни в коем случае, конечно же, не является руководством действия. Это всего лишь просто такое, в общем, наглядное такое описание того, что можно делать. Но делать так, конечно же, очень и очень рискованно. Ну что, желаю всем удачной торговли. Будьте осторожны на сегодняшних новостях, потому что может быть повышенная волатильность. Ну и еще раз скажу, что все идеи, которые здесь я озвучивал, они отражают лишь мое понимание рынка и ни в коем случае не являются руководством к действию. Игорь, на сегодня у меня все. Да, спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго. Коллеги, мы переходим к нашему следующему гостю – Андрею Верникову. Мы включаем его эфир, и пока идет подключение, я хочу поздравить Андрея с вчерашним вручением ему экспертной премии «Столица ФМ», самой главной для нас категории финансы. Мы болели за вас, Андрей. Очень рады, что так все удачно получилось. И сейчас с удовольствием вас послушаем. Ну вот пока буквально, наверное, еще минутку идет подключение. Я вижу, Андрей пишет, что есть некоторые сложности с подключением. Минутка у нас есть. Поэтому мы сейчас перейдем к индикатору монета «Форекс Базука». Работает это, как обычно, очень просто. Каждый из вас, из трейдеров, должен сосредоточиться, определить для себя финансовый инструмент, который он планирует сегодня обязательно торговать. И мы вам дадим сейчас направление сделки. Ир, сначала покажите, что у нас две стороны. Сначала покажем, что у этой монеты две стороны. Sell и Buy. Чтобы не было у нас подозрений. Вчера возникло сомнение у одного из слушателей, зрителей, говорит, что у вас два дня подряд выпадает Sell, и рынок продается. У вас, наверное, обе стороны Sell. Монет Buy есть, но просто как монета говорит, так рынок и идет. Поэтому давайте посмотрим, что нас ждет сегодня. Бросаем монету, и даже вам первым показываю, что написано, что где было сомнений. Опять Sell. Опять Sell. Да что ж такое. Андрей Верников у нас сейчас. Ну, так что сегодня, значит, индикатор монеты Forex Bazooka показывает Sell, и мы переходим к Андрею Верникову, который подключился. Андрей, мы вас видим, что вы по звуку в эфире. Вам нужно включить камеру, и мы вас увидим. Андрей, слышите ли вы нас? Андрей, надо зайти на сайт Utrade TV и зайти через зеленую кнопку. Вход всегда, коллеги, я, кстати, всем говорю, напоминаю, раньше мы рассылали ссылочки, а сейчас просто заходит любой специалист на сайт utrade.tv, нажимает на зеленую кнопку прямо в верхней части сайта и входит в эфир. Вот таким образом это работает. А все остальные ссылки, которые раньше были, они все не работают, поскольку те мероприятия уже удалены. Но, Андрей, давайте попробуем еще раз. Я вот сейчас вас выведу из эфира пока, да? А вы зайдите по новой через сайт Utrade TV, и я уверен, что все у вас получится. Вот. Ну что, коллеги, давайте тогда подождем, потому что это займет, я думаю, недолго. Вот я вижу, у нас гость еще есть. Вот еще раз. А, вот, Андрей, еще раз зашел. Все, значит, Андрей, мы вас видим в системе, вам нужно включить свой микрофон и свою камеру. Это обычно делается через... Ага, микрофон у вас уже включен, мы видим. Надо подключить камеру. Вверху, в верхней части есть колесико, в верхней части управления. Называется настройки. Если вы нажмете на это колесико, то там вы сможете выбрать нужную камеру и нужный микрофон. Ну, микрофон у вас уже выбран. Осталось выбрать нужную камеру. Андрей, вы нас слышите? Можете что-нибудь сказать в микрофон? Мы хотим услышать. Слышим ли вас? Коллеги, давайте сделаем так. Давайте мы пока двинемся со следующим нашим гостем. И мы, как только Андрей войдет в эфир, мы сразу его дадим. Рустем Султанов из Уфы Трейдер. А, нет, стоп, секундочку. Вот у нас Верников Андрей идет подключение. Подключение. Давайте. Так, идет подключение, Андрей. Мы видим, что у вас и камера включилась, и микрофоны. Все должно к нам подключиться. Может быть, единственное, он попросит вас подгрузить какое-нибудь гугловское обновление. Это занимает буквально одну секунду. Прямо смело нажимаете загрузить, и через секунду все у вас будет работать. Коллеги, ну давайте, пока идет подключение у Андрея Верникова, мы не будем убирать его с экрана. Когда Андрей подключится, мы будем, так сказать, дослушаем Рустема и перейдем дальше. Рустем, вы в эфире. Если вы подключите свою камеру, мы вас также увидим. Доброе утро. Доброе утро, Ластер. Доброе утро. Сказать мне, наверное, что-то такого нового особо нечего. Наши гости уже ситуацию в целом оценили. Ну, просто я могу еще раз показать то, что обсуждали мы в прошлый раз. Ага. Вот. То есть, что у нас случилось? Видно, да, экран? Нет, пока экрана не видно. Ну, у нас там был прокол вверх. Получилось. И я считал, что если мы 106 тысяч удержим, то будет дальше движение вверх. В итоге у нас получилось, что... Видим ваш график хорошо. В итоге получилось, что у нас... Я предполагал, где-то 3 дня удержим мы эти уровни или нет. В итоге мы эти уровни не удержали и произошел слив вниз. Вот. Ну, то есть, конечно, ситуация была сложная. То есть, получилось, как ММВВ растет, а вроде как ММВВ непонятно было, что с ним делать. То есть, очень большое значение играл Курс Лоллора. Просто я следовал тому, что было озвучено по плану. В итоге, раз мы не удержали 106-500, то я просто начал заниматься продажами. То есть, вы тоже перешли на сторону шартистов, да? Ну, да, да. То есть, я считал, что если 106 мы не удерживаем, то мы пробьем 1000 пунктов по РТСу. Да, да, я помню. Я помню этот прогноз. Мы его давали неделю назад. Поэтому, конечно. Мы, кстати, беседовали с Владимиром в эфире о том, что мы пробили этот показатель. Ну что, а теперь какой ваш ориентир внутренний по индексу РТС? Ну, я еще раз посмотрел сейчас, что делают позиции на фьючерсах. Чтобы еще раз ситуацию разобрать, понять. Это юрлицы, что делают. Юрлицы у нас на РТСе закрыли шорт, то есть их вынесли, получается. Но при этом наши юрлицы закрыли длинные позиции. Но они опять сейчас начали наращивать короткие позиции. Я понял вас. Ясно. То есть, предположительно, возможно, движение вниз еще продолжится. Я не знаю, насколько. Но, в принципе, потенциально, если курс доллара будет стоять, а ММВП падать, то мы как раз 800 пунктов по РТСу и можем продолжать. Понял вас. То есть, индекс РТС 800. Вот ваш ориентир на сегодня, да? Ну, или на ближайшие дни, скажем. Не, не, на ближайшие дни, да. Все, поняли вас, РТС. Спасибо большое. Если вы нажмете кнопочку остановить трансляцию, то мы вернемся в эфир. Хорошо, большое вам спасибо. Удачи торгов сегодня. Спасибо, РТС. Все, до свидания. До свидания. Это был Рустем Султанов, наш эксперт и трейдер из Уфы. Мы видим, пока идет подключение от Андрея Верникова. Давайте перейдем к нашему следующему гостю. И следующий гость, насколько я понимаю... Андрей, мы вас оставляем в эфире. Как только вы подключитесь, мы вас сразу увидим. Следующий гость, насколько я понимаю... Это тоже, может быть, наш гость из Уфы. Вам только надо включить камеру и микрофон. И, ну, сразу подключается и Юрий Чеботарев. Прекрасно. Будем в четвером эфире и все вместе поговорим. Юрий, добрый день. Пока народ разбирается с камерами и микрофонами, каково ваше видение на рынок сегодня? Доброе утро. Доброе утро. Всем привет с берега теплого Средиземного моря. Вообще, мне надо сказать, ситуация очень интересная. Прогнозов и мнений аналитиков много. Но вот вчера в интернете очень наглядно обсуждали одну интересную фотографию, которая наглядно показывает ситуацию по рублю. Я вам сейчас ее продемонстрирую. Видно, да? Видно, да? Да, да, да. Очень хорошо видно. Вот это, так сказать, типичная ситуация того, что происходит на российском рынке. То есть это говорит, сейчас остановлю, образец того, что люди просто с плохими знаниями и с полной безответственностью управляют Центральным банком России. Значит, у меня ситуация на рынке простая. Вчера на рынке, на товарных рынках движения были не очень сильные, а вот движения на валютах, связанных с британским фунтом, были довольно сильные. И, в общем, там был небольшой заработок на арбитраже. Все, я пока остаюсь в тех же позициях, которых и был вчера. Да, ясненько. Свет в конце тоннеля по доллар-рублю, когда и в чем он может выражаться, на ваш взгляд? Он будет выражаться в дефолте. Ничего мягче нет у нас в запасе? Ну, разве что воздушную подушечку какую-нибудь могу предложить на время. Я понял, я понял. Или проинвестировать в ваш фонд, чтобы, так сказать, спасти свои вложения. О, да-да-да-да. Тем более, наши стратегии мастобируемые, мы принимаем любые суммы. Я понял. То есть, вы готовы принять все накопления граждан Российской Федерации и спасти их от потери в период дефолта? Мало того, даже все накопления Центрального банка России. 350 миллиардов долларов? Юрий, вы точно разместитесь с такой суммой? Ну, дадите мне три месяца, я создам инфраструктуру и размещу с прибылью. Понял, понял вас. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Ну что, коллеги, мы пробуем. Мы пробуем, да, вот подключение, дождаться подключения Андрея Верникова. Андрей, мы видим у вас и камеры, и видим, и два микрофона видим в обоих подключениях. Я вот, честно говоря, не пойму, почему нет подключения к эфиру. Возможно, там надо подгрузить какую-то программулину в системе. А вы можете что-нибудь сказать, мы вас услышим или нет? Ясненько, коллеги. Ну что ж, тогда мы попробуем, может быть, в понедельник уже тогда включиться. Ну вот, не получается сегодня у нас. Хотя вот звук какой-то появился. Андрей, это мы вас слышим? Андрей? Нет, да? Ну, хорошо, коллеги, давайте тогда не будем спорить с технологиями, с ними спорить иногда бывает очень трудно. Вот, поэтому мы настроим, так сказать, наши системы, естественно, проверим, почему не произошло подключение. Выясним. Вот, ну а на сегодня тогда будем подводить итог, тем более, что рынки уже открылись. И давайте быстренько посмотрим, а как же мы сегодня открылись. Ну, открылись мы таким образом. Рубль продолжает падение. Индекс ММВБ растет на 0,8%. Индекс РТС падает на 2,3%. Ну, то есть, картинка будет, видимо, сегодня, так же, как и вчера, так и не видно пока никаких действий со стороны Центробанка или, так сказать, вообще крупного какого-то игрока. Видимо, так же индекс ММВБ будет расти, а рубль и связанный с ним, с переоценкой доллар-рубль, индекс РТС будут, видимо, снижаться. Ну, и индикатор монета Форекс Базук также показал у нас сегодня СЭЛ. Поэтому, на мой взгляд, так это и будет происходить. Ваше мнение, Владимир, какое? Ну, на самом деле, все-таки фон, внешний фон вполне, ну, заключением геополитики, вполне благоприятен. То есть, мы видели позитивные торги на европейских площадках и в Азии сейчас хорошая ситуация. Ну, вот я лично считаю, что будет сегодня такая разнонаправленная динамика, скорее всего, да, вот так. Ну, вот в той же формации, что и вчера, индекс ММВБ растет. Да, скорее всего, так, да. Ну, вот насколько вы согласны, кстати, с версией о том, что рубль падает, как бы, в связи с этим растет индекс ММВБ, мол, типа идет какой-то переток какой-то из рублевого рынка, ну, вот озвучили сегодня тоже эту идею. Мне кажется, нет прямой зависимости, как бы, я не верю в то, что индекс ММВБ растет и потому, что рубль падает. Мне кажется, это совершенно не связанные вещи. Я тоже так думаю, все-таки я держусь вчерашней гипотезой, которую мы вчера обсуждали, что здесь вот просто играют на то, чтобы показать какой-то рост. Я вот вижу какие-то государственные структуры здесь. Пытаются спасти лицо в этой ситуации. Да, потому что все-таки фондовый рынок – это индикатор, по крайней мере, имеет не только значение чисто экономическое, но и политическое, показать, что вот, смотрите, рынок у нас в зеленой зоне растет, все хорошо. Вот это нужно сейчас, мне кажется. Да, да, как-то поддержать боевой юг, уже нельзя сказать, что все падает, движение разнонаправленное. То, что там большинство показателей идет в сторону падения, ну, это как бы уже, знаете, надо разбираться. А так звучит хорошо. Согласен, согласен с вами тоже в этой части. Ну что, коллеги, на сегодня мы тогда утреннюю программу «Торговый план» завершаем и будем с вами буквально через минуту...